Здравствуйте! Сегодня с вами я хотел поговорить о цикории. Это прекрасный напиток, который продается в магазинах, уже готовый, изготавливается наскорня. Берется корень, высушивается, измельчается. Все по-разному, конечно, это делают, но зачастую просто поджаривают. И такой напиток уже продается. Стоимость его примерно 100 грамм, в зависимости, скажем, кто выпускает, в районе 60-90 рублей. Бывает, но с разными добавками, там, какими-то ягодами и так далее. Я просто покупаю обычный цикорий и завариваю очень горячей водой. Жду, когда он постоит и в таком виде пью. Без всяких добавок, без сахара, молока и того подобного. Потому что, я считаю, что все такие добавки, они просто портят вкус настоящего чая. В данном случае это цикория. Что, скажем, как вообще цикория выглядит? Это растение, прямо стоячее, высотой до полутора метров. Жесткий стебель, цветочки небольшие. Это растение относится к островому. И цветочки у них цвета синяя, фиолетовым таким оттенком. Ну, зачастую, в общем-то, синие какие-то яркие такие цветочки. Я думаю, вы видели. На картинке, здесь на фотографии я вам показываю. Я думаю, сразу догадаетесь, как он выглядит. Чем же, скажем, цикория интересен? Интересен тем, что, вот лично для меня, он является продуктом, который воздействует на сердечную мышцу. Улучшает ее состояние. Воздействует на вес. То есть, не дает, скажем так, разжиреть. Или нормализует обмен веществ, который помогает именно при ожирении. В общем, тем, кто хочет похудеть, или как бы хочет эффективно это делать, то в применении вместе с цикорием, другим, скажем так, препаратом, не знаю, другим растением, то это прекрасное растение. Также тонизирует. Лучше всякого кофе. Как вы знаете, кофе, оно разрушает, это и есть такие данные, разрушает, нарушает нервную систему человека. Человек просто изматывается. Сначала бодрится, а потом резко устает. Потом надо ему этот напиток еще раз попить, еще раз, еще раз. Цикорий такого, скажем так, таких веществ не содержит, таких как кофеин. Далее цикорий прекрасно помогает тем, кто имеет сахарозависимость, да. То есть он содержится в своем составе инулин. Далее цикорий воздействует на микрофлору кишечника, улучшая ее состояние. Цикорий прекрасно воздействует на развитие паразитов, микробов, вирусов. Но в плане каком развитии? Подавляет их, уменьшает их количество. И многие такие паразиты, они просто дохнут. Потому что те вещества, особенно горечь, которая содержится в цикории, она просто их уничтожает. Что еще можно добавить об этом прекрасном растении? Оно является желчегонным, положительно влияет на тревожность, на стресс. Поэтому выпитый цикорий, например, на ночь, будет способствовать устроению беспокойства. И человек, скажем так, легче и быстрее засыпает. Далее растение также, скажем, имеет выраженный мочегонный эффект. Для тех, кто имеет, скажем, отеки, помогает в этом направлении. Плюсом к этому можно отнести устранение запоров, какие-то проблемы с кишечником. И, как я говорил, оно является антибактериальным средством. Особенно для, скажем, полутирта. Потому что содержащие в нем дубильные вещества в этом, скажем так, способствуют. Есть ли противопоказания? Знаете, конечно, вообще противопоказания всегда есть. Это не надо перебарщивать или проявлять фанатизм в отношении какого вообще вида растения. И вот цикорий, то есть не рекомендуется как бы те, кто кормит грудью, те, кто имеет беременность или какую-то индивидуальную переносимость. Ну, я считаю, что это является индивидуальным таким моментом. Геморрой и какие-то серьезные заболевания нейросистемы. И возраст, который, как считается, до трех лет, тоже считается, вроде, имеет противопоказания. Но я еще раз повторю, это все является чисто индивидуальным. Это нужно, конечно, и свой организм слышать, слушать, прислушиваться. И советоваться с людьми, в данном случае, что я могу сказать, это с врачами, которые имеют, все же, которые имеют опыт. Может быть, не все врачи, но есть, которые реально в этом понимают. И так далее. Хотелось бы, наверное, еще напоследок, в заключении этой темы, сказать, что в экстракте жареного корня цикория не содержится жиров. По крайней мере, они не обнаружены. 100 грамм продуктов содержится до 2 грамм белков и 64-65 грамм углеводов. Какие же вещества содержат цикорий или корень цикория? Есть витамины А, К, С, В, Е, В1, В5, В6, В4, ПП, В2, калий, фосфор, калий, кальций, натрий, магний, цинк, марганец, селен, медь, железо и многие другие. Флавоноиды и то подобное. Знаете, по поводу марганца, который из селены содержится, это прекрасные вещества, которые просто необходимы человеку. В принципе, как и любое. Но хотелось просто вам отметить, вот по поводу... Знаете, что многие люди просто, ну, женщины бросают своих детей, да, выбрасывают, как бы, или не проявляют какого-то материнства, да, по отношению детей. Так вот, в одной из литературы в свое время я вычитал, что на это влияет марганец. То есть, недостаток этого вещества, как бы, вызывает отторжение, что ли, от себя детей. То есть, нежелание их, не знаю, обучать, с ними возиться и так далее. Но это, конечно, предположение, я скажу так, а то сейчас сразу нападки начнутся и так далее, или там начнут тоннами поедать марганец. Ну, просто так, к сведению. Может быть, сами как-нибудь разберетесь. А может быть, я все же подниму информацию по этой теме и вам об этом расскажу. Ну, с цикорием вроде бы все. Еще раз повторюсь, это прекрасное растение, замечательное. То есть, его можете увидеть, где он растет на лугах, пустырях, каких-то вот придорожных участках, полях, гористой местности. Используется, ну, еще добавить можно, что используется не только корень цикория, но это, конечно, используются цветки, листья для приготовления салатов. Или как добавка к салатам. Ну, в общем-то, и все. Я думаю, продолжу тему по лекарственным растениям. Растение, может быть, не только расти, по каким-то фруктам, овощам тоже буду рассказывать. Если понравилось, ставьте лайки, ставьте ваши комментарии, ваши размышления по поводу этого растения конкретно. И будьте здоровы! Всего вам хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok